8 часов вечера и мы готовы начать наш вебинар. Добрый вечер. Я Мажор Вала, директор по маркетингу и связям с общественностью компании Водоход. Рада вас приветствовать сегодня вечером на нашем вебинаре круизы из Санкт-Петербурга инструкции по применению. Это наш седьмой вебинар с начала года. И мы действительно очень такой ценим формат общения, когда мы вживую, фактически в прямом эфире, можем вам рассказать о наших круизах, ответить на все ваши вопросы и дать больше информации о таком замечательном виде отдыха, как речные круизы. Наш сегодняшний вебинар носит не совсем обычный характер. Обычно мы крупными мазками рассказываем о круизах Водоход. Ведь действительно каждый год мы предлагаем вам, нашим клиентам, нашим туристам больше 700 разных маршрутов. Но сегодня мы решили сконцентрироваться на одном порте управления. Сегодня наш вебинар носит несколько камерный характер. Этот порт отправления – Санкт-Петербург. Почему мы выбрали Санкт-Петербург? С одной стороны, да, это очевидно. Это вторая столица. Это крупнейший город России. И действительно в Санкт-Петербурге живет очень много наших клиентов. И вторая причина в том, что Санкт-Петербург – самый посещаемый город России с точки зрения туристического потока. И вот на наш взгляд, турист, который будет получать удовольствие от знакомства с городом с земли, прогуливаясь по его улочкам, посещая его музеи, может действительно обогатить свой отпуск, свою поездку, посмотрев на город немного с другой стороны. Посмотрев на город с воды или турист, если мы говорим о таком опытном круизере, может начать свой круиз, например, не из столь привычной Москвы или Нижнего Новгорода, а начав круиз из Санкт-Петербурга, уже исследовать новые порты остановок, не менее интересные. Наш вебинар будет записываться, и вы, конечно, сможете его посмотреть в записи. Напоминаю, что докладчиками выступают сотрудники компании, и всю информацию вы получаете с первых рук. Итак, прежде чем мы продолжим, хочу напомнить несколько организационных моментов. В панели управления Zoom вы видите значок чата, вы видите значок вопросы-ответы, вы можете задавать вопросы-ответы, но на большинство из них я попрошу ответить нашего докладчика уже после вебинара. Однако, во время вебинара я постараюсь сама дать ответы на те вопросы, которые вы задали. Если вы по каким-либо причинам не получите во время вебинара ответ на свой вопрос, то будьте уверены, зафиксирована электронная почта, с которой вы зашли на вебинар, и ответ на ваш вопрос будет отправлен по электронной почте. Мы стараемся, чтобы ни один вопрос не остался неотвеченным. Если все-таки вы захотите знать еще больше, то напоминаю, что у нас на сайте работают все формы обратной связи. Мы всегда на связи в социальных сетях, в мессенджерах. Мы с готовностью ответим на все ваши вопросы. Итак, начинаем сегодняшний вебинар. Хочу вам представить регионального менеджера Северо-Запада Евгения Дмитриева. Евгений почти пять лет работает в компании, да, Жень? Да, совершенно верно. Уже более пяти лет даже получается. Да, и Женя один из самых опытных наших менеджеров. Я уверена, что сегодняшний вебинар будет действительно информативным. Не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Женя, тебе слово. Передаю тебе управление экраном. Все. Повторюсь еще раз. Меня зовут Евгений. Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте поговорим сегодня про круизы из Санкт-Петербурга. Сейчас мне передадут управление. Так, я тебе передала управление. Сейчас, Жень, подожди одну секундочку. Я отключу свое видео. Звук отключаю. Ты видишь экран, да? Хорошо все видно на экране? На экране все видно хорошо, но я не совсем понимаю, как я могу переключать слайды. Итак, почему же мы говорим о круизах? Компания «Водоход» — это крупнейший оператор речных круизов России. В собственности компании находятся 26 круизных, 5 прогулочных и 9 быстроходных судна. Мы уже 17 лет на рынке, занимаем первое место в России по объему продаж, третье место в Европе по пассажировместимости, четвертое место в Европе по числу единиц флота. К настоящему моменту уже перевезли более 100 тысяч пассажиров пассажирским круизным флотом. Более 400 тысяч пассажиров прогулочным и скоростным флотом. Простите, Алла, я не могу переключить слайд. Так, сейчас я попробую. У тебя получается? Попробуй с клавиатуры. Сейчас, секунду. Нет. Это я переключила. Раз уж у нас есть какие-то небольшие проблемы, давайте я буду говорить, когда мы переходим на следующий слайд. Тогда поможешь с переключением? Итак, компания «Водоход» осуществляет программу по реновации флота, и ежегодно мы стараемся реновировать по три круизных теплохода. В 2018 году реновацию прошли теплоходы Николай Чернышевский, теплоход «Кронштадт» и Константин Федин. В 2019 году реновацию у нас прошли теплоходы «Санкт-Петербург» и теплоход «Нижний Новгород». В 2020 году мы реновировали теплоходы «Константин Коротков», «Максим Горький» и пустили в эксплуатацию новейшее судно «Мустай Карим». Теплоход соответствует уровню пятизвездочного отеля и спроектирован по типу плавучей гостиницы. Можно переходить дальше. Женя, а ты попробуй клавиши… Я пробовал на экран нажимать, но ничего не меняется. Нет, попробуй с клавиатуры. Попробуй клавиши тут. Я попробовал. Вот это ты переключаешь. Серьезно? Да, да. Я думаю, тебе будет так комфортнее. Чудесно, да. Так будет удобней. География речных круизов компании «Водоход» очень обширная. Мы ходим на северо-западе, в Поволжье, в центральном регионе России, в Прикамье и на юге России. Не получается переключать дальше. Продолжение следует. Все, это твоя мышка. Все отлично. Да, попробуй. При нажатии… Вот это переключаешь ты. Мы можем как-то вернуться назад. Да. Потому что… Так, я сейчас… Сейчас, секунду. Да, все. Вот теперь все получается. Отлично. Вроде бы. Прошу прощения за небольшие технические неполадки. В 2020 году у нас появился новый уникальный круиз. Это Енисейская экспедиция. В ходе этой экспедиции мы проходим через три климатических пояса. Длина пути такого круиза около 2000 километров. И на протяженности всего этого пути мы еще познакомимся с шестью малыми народностями данного региона. У нас более десяти пунктов отправления. Но сегодня мы поговорим про северную столицу нашей Родины, про Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – это удобный порт отправления как для гостей города, так и для местных жителей. Можно выбрать короткий круиз ближе к дому, если вы живете в Санкт-Петербурге. Опять же, удобно отправиться в отпуск, не покидая родного региона. А для гостей города, например, из Москвы, удобное скоростное сообщение. Москва-Санкт-Петербург. Мы все знаем, что поезд Сапсан ходит. Также это может быть дополнительным элементом программы пребывания в городе. То есть, если вы пойдете в короткий круиз, вы быстро сходили, увидели еще что-то новое помимо города Санкт-Петербург. И можете продолжать свой отдых. И также порт отправления находится недалеко от аэропорта, ЖД вокзала. Адрес, как вы видите на слайде, Октябрьская набережная 31. И удобно добраться до метропролетарская. И когда у вас круиз, за три часа до отправления каждого круиза у нас ходит автобус. В северо-западном регионе в коротких круизах мы можем познакомиться с местами стоянок в Ладожском озере и на реке Свирь. Если же мы будем рассматривать более длительные круизы от пяти дней, то мы уже сможем посетить и Онерское озеро. Какие же теплоходы работают постоянно в северо-западном регионе? Это теплоход Юрий Андропов, теплоход Леонид Соболев и теплоход Ленин. Все вышеперечисленные теплоходы – это теплоходы проекта 302, который лучше подходит под использование в озерах эксплуатацию. Также в регион заходят и другие теплоходы. Например, Александр Пушкин, Сергей Кучкин, Константин Симонов – это теплоходы, которые уже за столько лет давно полюбились нашим туристам. Теплоход Мстислав Ростропович, у которого почти все каюты оборудованы балконами. И теплоход Мустай Карим – новейший модный теплоход. Стоимость тура – у вас всегда включено размещение. Это может быть одноместное, двухместное размещение, четырехместное размещение на нижней палубе или размещение в каютах класса люкс. Развлекательная программа, питание на борту – это завтраки, обеды, ужины. И основная экскурсионная программа по маршруту. Кроме того, в местах стоянок вы можете также выбрать и дополнительные экскурсии. Теперь давайте подробнее поговорим про основные теплоходы, которые работают в регионе. На данном слайде вы видите фотографии общественных помещений теплохода Юрия Андропов. Например, внизу в центре фотография сауны, где вы можете погреться. В фотографии у нас здесь представлено ресторана, где вы будете завтракать, обедать и ужинать. Бар «Панорама», где вы с прекрасным видом можете взять себе бокал вина и насладиться игрой, например, саксофониста. Или разместиться на солнечной палубе, позагорать. Ночью можно полежать, посмотреть на звезды. Кстати, когда я хожу в круизы, я как раз использую эту локацию для того, чтобы смотреть на звезды. Далее у нас на этом слайде, на следующем, представлены интерьеры теплохода Леонид Соболев, которые очень похожи на предыдущие на теплоходе Андропов, но имеют немножко другую цветовую гамму. Внизу справа также вы можете видеть кофейню, которую вы можете в тихой, уютной обстановке выпить кофе, пообщаться с друзьями и хорошо провести вечер. Далее перейдем к размещениям в каютах. На фото слева вы видите спальню каюты класса люкс на теплоходе Юрия Андропов. Женя, возьми опять управление экраном. Опять оно почему-то периодически теряется. Это бывает в Zoom. Прими. Так мне не предлагает ничего. Сейчас я еще раз предложу тебе. Принимай. Отлично, твоя мышка. Так, вернемся. Каюты класса люкс. В каюте может размещаться до четырех человек. Два человека размещаются, соответственно, на кровати здесь. И также в каютах класса люкс есть вторая комната, в которых раскладывается диван. Все каюты класса люкс на теплоходах Соболев, Андропов и Ленин очень похожи. Так что позже мы еще увидим образцы этих кают на других теплоходах. Справа на фото вы видите, на слайде на правом фото вы видите стандартную двухместную каюту. Такие каюты у нас на главной, на средней и на шлюпочной палубах. Сильно они не отличаются. Поэтому сильно останавливаться на них мы не будем. На фото мы видим представленный интерьер теплохода Леонид Соболев. На фото справа люкс. Как мы видим, он очень похож на люкс теплохода Юрия Андропов. Немножко другую цветовую гамму имеет. На фото слева вы видите образец каюты фото. Четырехместные каюты на нижней палубе, подготовленные под трехместное размещение. Обратите внимание, что полка сверху, она откидывается. То есть в этой каюте может размещаться от двух до четырех человек. На данном слайде у нас представлены интерьеры теплохода Ленин. На фото слева сверху вы видите пример, как может быть обустроена вторая комната каюты класса люкс. Видите диван, кресло, стол. На фото справа представлена каюта четырехместная на нижней палубе. Подготовленная как раз под четырехместное размещение. И на фото в центре одноместная каюта. Кстати, вы можете видеть холодильник и телевизор на данном фото. На теплоходах Ленин и Леонид Соболев все каюты оборудованы холодильниками и телевизорами. На теплоходе Юрия Андропов холодильников и телевизоров нет. Но вы можете за счет этого сэкономить. Потому что тур и день на теплоходе Юрия Андропов будет стоить меньше. И, соответственно, обойдется вам дешевле. О том, как сэкономить на круизах, мы с вами поговорим позже. Поговорим о развлекательной программе. Круиз – это не только познавательно, красиво, вкусно. А это еще может быть интересно и весело. Эстрадные концерты, вечера классической музыки, танцевальные программы или мастер-классы. Вы найдете развлечение на любой вкус. Поговорим про бархатный сезон в наших круизах. В осенних круизах, до которых осталось совсем немного времени, мы предлагаем насладиться бархатным сезоном. В этот период уже не так жарко, но очень красиво. С борта теплохода вы будете видеть великолепные пейзажи. На этот год программа еще неизвестна и находится на стадии проработки. Но в прошлом году у нас был тыквенный суп, атмосферный саксофонист. Были оборудованы тематические зоны для фото и приглашены фотографы. Позднее мы анонсируем подробно программу круизов «Бархатный сезон». Поговорим о питании. Стоимость тура всегда включена трехразовое питание в ресторане на борту теплохода. На день рождения, кроме того, вы можете заказать комплимент имениннику. То есть сделают торт на заказ. И также есть возможность, например, отпраздновать тот же день рождения или какой-то другой праздник, заказав банкет. Для этого просто при бронировании круиза вам нужно обратиться к менеджеру и, собственно, изъявить желание организовать банкет. Итак, поговорим о круизах буднего дня. Короткие маршруты буднего дня включают в себя следующие стоянки. Это Валаам, Старая Ладога, Мандраги, Сартовала и Каневец. Длительность таких круизов 3-4 дня. Цена составит от 9300 рублей. И, кстати, круизы буднего дня будут дешевле. Опять же, повторюсь о том, как сэкономить на круизах. Мы с вами поговорим немного позже. Так, перейдем к круизам выходного дня. Короткие маршруты выходного дня включают в себя практически такие же стоянки, как и буднего. Это Валаам, Мандраги, Сартовала, Каневец, Старая Ладога. Еще мы добавляли стоянку в Шлиссельбурге в крепости Орешек. Такие круизы будут стоить от 9900 рублей. И обращу ваше внимание на такой интересный факт. Отправление в круизы происходит в 7-8 вечера. Таким образом, вы можете успеть доехать до причала после работы, чтобы отправиться в круиз. А прибытие теплохода у вас будет в 9 утра, что при прибытии, например, в понедельник или там иной будний день позволит не сильно опоздать на работу. И кроме того, вечернее отправление позволит и гостям города без проблем успеть приехать в порт и отправиться в интересующий их круиз. Поговорим подробнее о местах стоянок в северо-западном регионе. И, конечно, начнем с основной стоянки, которая есть практически в каждом круизе. Это остров Валаам. Я был на Валааме пару месяцев назад, поэтому можете задать мне вопросы и узнать информацию, так сказать, из первых уст. Что знаю, расскажу. На острове вы почувствуете мощную энергетику этих мест, ощутите переплетение духовного и физического. Это очень чудесное место, наполненное спокойствием, миротворением. Здесь можно побыть наедине с самим собой. И, кстати, после завершения нашего вебинара вы можете посмотреть на YouTube интересное трехминутное видео о круизе на Валаам. Я видел, там задавали вопрос, что вы посоветуете посетить. Если вы впервые на Валааме, то обязательно необходимо посетить центральную усадьбу Валаамского монастыря. Там покоится мощь отцов-основателей преподобных Сергия Германа. Кроме того, это просто очень красивый собор. Прямо надо обязательно посмотреть. Также мы рекомендуем пройтись по скетам. Таким образом вы увидите все основные достопримечательности Валаама и насладитесь его уникальной природой. То есть, если вы первый раз, прям обязательно нужно идти на центральную усадьбу и по скетам. Но если же ваши интересы не связаны с православием, то можно отправиться на экскурсию «Скалистый берег» так называемую и сделать очень же описанные фотографии с видом на Ладожское озеро ну и непосредственно на «Скалистый берег». Уверяю, там действительно очень красиво. Для маленьких путешественников на Валааме также найдется развлечение. Для них предлагается увлекательный квест под названием «Судучок от Салаврентия». И, кстати, возвращаясь к уникальной природе Валаама, добавлю, что на местной ферме живет альпака. А еще говорят, что где-то на острове есть павлины. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что это мини-заосад какой-то в рамках одной экосистемы. И с уверенностью рекомендую вам в Валаам к посещению обязательно. Теперь давайте ответим на несколько вопросов. Мы будем благодарны, если вы ответите на эти несколько вопросов, потому что нам действительно это поможет лучше понять тех, кто нас слушает на вебинарах, и, соответственно, подготовить вам более интересную, более релевантную вашим интересам информацию. И, кстати, пока отвечайте на вопросы. Кто ответил, можете ознакомиться с отзывами. Как это часто бывает, отзывы я подготовила, собрала из соцсетей, потому что подумала, что живые отзывы живых людей, наверное, это самое лучшее свидетельство. Конечно, отзывы бывают разные, что там скрывать, но мы действительно очень тщательно работаем с обратной связью. После каждого круиза мы просматриваем внимательно анкеты, каждый менеджер получает соответствующее задание. Поэтому все, что пишут туристы в своих анкетах по окончанию круиза, действительно для нас имеет смысл, важность, и мы действительно работаем с этим. Я закончила опрос, я думаю, что можно продолжать. Сейчас начнем. Давайте продолжим. Я надеюсь, что технические неисправности больше нас преследовать не будут. Сейчас я попробую переключить слайд. И, Алла, у меня опять не получается. Сейчас, минуточку. Все отлично? Видно все? Сейчас. Так, ладно. Да, давайте продолжим. Жень, извини, давай опять я тебе передам управление еще раз. Да, да, да. Вот. Все отлично. Ладно, надеюсь, на следующий слайд у нас получится переключиться. И какие же еще есть интересные стоянки в наших круизах? Вот, как вы видите на слайде, Старая Ладога. Это древняя столица Северной Руси. Основные достопримечательности этого места – это Старо-Ладожский Никольский мужской монастырь и Старо-Ладожская крепость. И, пожалуй, самое интересное – это Старо-Ладожская крепость, которая была построена во времена Вещевого Олега на рубеже аж 9-10 веков. Она имела очень важное значение, поскольку защищала водный путь из Балтийского моря вглубь Новгородской Руси. И крепость реконструирована. Там есть очень интересная экспозиция с предметами быта, обнаруженными при раскопках в данной местности. И про данную стоянку туристы очень мало осведомлены. Но вот мне лично стоянка очень нравится. Вот, поэтому прям рекомендовал бы посетить. Даже просто погулять по крепости – очень здорово. Шли Сильбург. Крепость Орешек. Еще одна стоянка. Стоянка длительностью полтора часа. Однако с уверенностью вам говорю. И вот вы видите на фото, что крепость не такая большая. И за полтора часа вы точно успеете все посмотреть. Во время Великой Отечественной войны крепость не была взята в течение аж 500 дней. И если бы Орешек пал, то и дороги жизни бы не было. Однозначно рекомендую посетить данное место. Проникнуться атмосферой данной местности, скажем так. Еще получали отзывы от туристов. И были люди, которые днем посещали крепость. И сказали, что в вечернее время, а замечу, когда мы отправляемся из Петербурга вечером, мы заходим в этот же день в крепость Орешек. И вот туристы отмечали, что в вечернее время совсем другая атмосфера и даже намного интереснее. Еще одна стоянка в Ладожском озере у нас сортовала. В Сортовале вас ждет обзорная экскурсия по городу, а также экскурсия в горный парк Русскеала. И, пожалуй, самым интересным данной стоянки является именно парк. И это одно из самых удивительных и ярчайших мест Северного Приладожья. Основой парка является бывший мраморный карьер, заполненный грунтовыми водами. Здесь вы можете насладиться природой или найти развлечение для всей семьи. Можно прокатиться на лодке, скатиться на зиплайне над карьером или спрыгнуть на таразанке вниз. Это для любителей острых ощущений. С уверенностью можно сказать, что инфраструктура горного парка Русскеала находится на европейском уровне. Обязательно рекомендую к посещению данное место. Стоянка Каневец. Опять же, в Ладожском озере находится. Основной достопримечательностью острова является Каневский мужской монастырь. Недавно построен причал, произведено благоустройство территории. Говорят, что рядом с причалом есть булочная, в которой продают очень вкусные пироги. Так что советую приехать, попробовать. И очень интересное место остров Каневец. Оно еще только набирает свою популярность. Обязательно нужно посетить. Очень рекомендую. И сам с удовольствием туда приезжаю. Деревня Мандраги. Находится она у нас на реке Свирь. Это искусственно созданная деревня. Состоит она из крестьянских изб XIX века, которые специально собрали по всему Северо-Западу. Здесь можно гулять по окрестностям, посетить музей водки, в котором представлено больше 3000 разновидностей всякой водки. И, насколько я знаю, там производится обмен. То есть, если вы привезете какую-то редкую бутылку, они вам не обменяют. Можно также устроить прогулку верхом на лошади или в повозке. Кроме того, можно овладеть народным промыслом на одном из мастер-классов. Например, резьба по дереву, кружевоплетение, гончарное или кузнечное дело. Или карамельная мастерская, например, есть. И много еще всего. Пожалуй, стоянка данная будет интересна как взрослым, так и детям. Точнее, как детям, так и взрослым. А еще, помимо всего прочего, там есть самый большой в мире валенок. Царь валенок, можно его назвать. Говорим про круиз от пяти дней. В круизах от пяти дней есть возможность увидеть больше, соответственно. В таких круизах мы можем посетить, например, Кижи или Соловецкие острова. И давайте немного подробнее поговорим про эти места. Стоянка Кижи. На подходе к острову открывается прекрасный вид на ландшафты и удивительный музейный комплекс русского деревянного зодчества 18-19 веков, который включен в список ЮНЕСКО. Вы увидите, например, церкви, среди которых выделяется именно Преображенская церковь, построенная без единого гвоздя. Помимо церквей были собраны избы. В них вы увидите образцы предметов быта и домашней утвари. Кроме того, в Кижах вы можете посетить мастер-класс и приготовить классические калитки с картофельным пюре или пшеном. И когда я сам был в Кижах последний раз, сложно передать атмосферу. Там очень красиво. Понравилось просто все. И если вы ни разу еще не были в Кижах, то вам обязательно нужно посетить это место и увидеть всю эту красоту живьем. Это точно. Поговорим про стоянку на Словецкие острова. Теплоход компании «Водоход» Александр Пушкин. Это единственный четырехпалубный теплоход, который подходит прямо к Словецким островам. Часто спрашивают, а точно вы именно подходите прямо к острову? Да, мы подходим точно к острову. И это делает данное предложение уникальным на рынке. Соловки – это архипелаг в Белом море, в состав которого входит более ста больших и маленьких островов. Это сказочный край озер, многочисленных болот и бескрайних лесов. Вы посетите Словецкий монастырь, побывав там. И, кроме того, поднимитесь на так называемую гору Секирную, где вам откроется чудесный вид на северную часть острова и на Белое море. Соловки – это один из самых популярных маршрутов. И его приобретают заранее. Путевки раскупают просто мгновенно. Скажем, нет времени думать. И уже сейчас люди активно приобретают круизы на 22-й год с максимально возможными скидками раннего бронирования. Расскажу вам еще про одну интересную опцию. Это программа «Круиз плюс» до круиза и после. Для гостей города, я думаю, что это будет особенно интересно. Можно приехать на Сапсане. Программа специально сделана таким образом, чтобы люди, которые приезжают на Сапсане, успевали на нее. В 10.45 вы отправитесь на классическую обзорную экскурсию по городу. Сначала на автобусе и потом посмотрите на город с воды. Уверяю вас, это будут совсем разные впечатления. А завершив круиз, можно прямо от причала сесть на автобус и отправиться в Кронштадт, посетить Никольский собор, который без сомнения не оставит вас равнодушным. Это особое место, там красивые витражи, прекрасное убранство внутри собора. Никак в обычном храме, очень не похож на обычный храм. Это величественный, торжественный собор. И это здание просто невероятной красоты, нужно обязательно посетить. Кроме того, в Кронштадт же сложно добраться. Поэтому, используя программу Круиз Плюс После, вам это будет сделать очень даже удобно. Давайте ответим еще на несколько вопросов, если вас не затруднит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кстати, Женя пока отвечает на вопрос. Здесь вот в чате вопрос, а есть ли Круиз, куда входят и Кижи, и Валаам, и, может, Соловецкие острова? Сходу мы так с тобой сможем вспомнить, быстренько ответить? Сходу мне сложно сразу сказать. Чтобы и Соловки, и Кижи, и Валаам... Да, вот еще, да. Есть ли Круиз, который заходит во все места, указанные в вебинаре? Ну, вот я думаю, что мы еще можем так ответить, что сейчас, конечно, уже приближается осеннее время. И, ну, во-первых, как Евгений правильно сказал, действительно, Соловки у нас уходят за год. Фактически, вот Соловки на текущий год все были выкуплены в прошлом году. И, конечно, вот уже Соловецкие острова фактически туда не попасть. Тем более 29 августа уходит Крайний Круиз. То есть вот уже из списка хитов Соловки выбыли. Но следите за нашим расписанием. У нас уже появляется расписание на 22-й год. И действительно, как выгодно купить Круиз дальше, там спрашивают, Женя расскажет про скидки, акции, бонусы имеющиеся. То есть действительно следите за обновлением маршрутов на сайте. Потому что в любом случае каждый год у нас появляется что-то новенькое, что-то интересное. Мы действительно прислушиваемся к вашему мнению. И вот, опять же, ваши пожелания после сегодняшнего вебинара мы обязательно передадим и в экскурсионное управление, и коллегам. Поэтому будем надеяться, что, возможно, будет маршрут в следующем году который охватывает максимум мест, про которые Женя сегодня рассказал. Так, заканчиваю викторину. Точнее, викторину, опрос. Спасибо всем большое. Женя, давай пойдем дальше. Давай я сейчас опять тебе остановлю, опять передам управление. Принимай. Пока мы с вами разговаривали, вот есть один круиз на теплоходе. Александр Пушкин в 22-м году с 27-го июля, где будет и Кижи, и Словецкие острова, и Ола-Ам. Так что можете потом перейти на наш сайт, водоход.ком, и, собственно, ознакомиться. Ал, не могу переключить снова. Давай, переключила. Итак, поговорим, как же мы можем с вами сэкономить в круизе. Мы можем выбирать круизы высокого и низкого сезона. Соответственно, высокий сезон – это у нас летом, июль. Низкий сезон – начало мая, осень. Мы можем выбирать различную продолжительность круиза. То есть, если длительный круиз вам не подходит, вы можете выбрать какой-то круиз короче. Дни недели для отправления. Соответственно, круизы выходного дня будут стоить дороже, чем в будни. И можно за счет этого выбирать, смотреть, как можно было бы сэкономить. Класс теплохода. Компания «Водоход» – три класса. Это класс «Водоход», «Водоход премиум» и «Водоход люкс». И часто теплоходы разных классов входят по одному и тому же маршруту. Соответственно, вы можете всегда выбрать тот класс, который вам больше подойдет. Также у нас есть скидки раннего бронирования, какие-то специальные тарифы. Мы чуть позже об этом скажем. И акции. Следите за нашими акциями на сайте водоход.ком. И, возможно, вы сможете сэкономить на своем круизе. Какие же скидки у нас сейчас действуют? Это скидка постоянного клиента от 5 до 7%. Чтобы получить скидку постоянного клиента, с нами нужно сходить хотя бы один раз в круиз. И далее она накопительная. Вы можете набрать определенную сумму и получать 7% скидку постоянного клиента. Это скидка сотрудникам силовых ведомств. Для этого нужно предоставить либо удостоверение, либо справку с места работы, подтверждающую, что вы сотрудник силовых ведомств. Скидка многодетной семье. Если нужно предоставить соответствующие удостоверения, либо в некоторых регионах такие удостоверения не выдаются, тогда нам будет достаточно паспорта, где указаны дети. Скидка молодоженам. Для этого нужно предоставить либо свидетельство о заключении брака, либо приглашение, которое выдается в ЗАГСе при подаче заявления. Скидка медицинским работникам. Для этого нужно предоставить справку с места работы. Это скидка группам. Для этого нужно набрать группу от 15 человек, чтобы получить групповую скидку. И в зависимости от количества человек групповая скидка может меняться. У нас действуют акции «Успей купить». Обращайте внимание, при поиске круизов на сайте можете поискать круизы, на которые действует данная акция. И акция «Второе место в подарок» также вы можете на нашем сайте поискать. Сейчас также есть круизы, на которые данная акция действует. Перейдем к кэшбэку, который, наверное, многие из вас слышали, а может быть даже все. Это государственная программа. Действует она на круизы осенние. При этом именно для круизов это рейсы с 1 сентября. Для этого нужно, чтобы получить этот кэшбэк, нужно выполнить ряд условий. Соответственно, иметь в наличии карту «Мир». Карта должна быть зарегистрирована. И, соответственно, оплата должна быть произведена этой картой. Тур ваш должен быть не короче двух ночей. Это стандартное условие. Все круизы компании «Водоход» подходят под это условие. И оплата должна быть произведена на 100%. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Передаю слово Алле. Теперь снова с вами я. Видно, да, Жень, все нормально? Презентацию все видно у нас? Да, все хорошо. Хочу напомнить, что самый полный гид по нашим круизам – это, конечно, наш сайт и наш каталог. Внизу слайда вы видите две сокращенных ссылки, по которым вы можете скачать каталог. И я уже говорила на предыдущих вебинарах, что мы подготовили для вас такой небольшой электронный гид. ТОП-5 речных круизов по России, которые в прошлом году, в прошлой навигации были действительно самыми популярными среди наших туристов. Скачивайте, читайте и вдохновляйтесь. И попросила бы перед тем, как дать вам вкусный небольшой промокод, ответить еще на пару-тройку вопросов про наш вебинар. Был ли он вам полезен? Был ли он вам интересен? Я заметила, что на вебинаре были и представители агентств, и наши конечные клиенты. И опять же хочу подчеркнуть, что клиент может приобретать круиз там, где ему удобнее. Он может либо обратиться в водоход напрямую, либо может обратиться к агенту, и те же преференции, те же скидки, те же интересные предложения он может получить. А, минуточку. Я не нажала кнопочку «Запустить опрос» и справляюсь. И, кстати, тоже хочу подчеркнуть, что действительно это отзывы из социальных сетей с навигацией этого года. И вот тот, кто идет сейчас на Константине Симонове с отличной сплоченной работой экипажа, действительно буквально этот отзыв я поймала сегодня утром, пока ехала на работу и проверяла социальные сети. Подожду еще минуту и буду действительно признательна, если вы ответите про наш вебинар, про качество. Это действительно не первый вебинар наш, но и не последний такой камерный вебинар, который посвящен определенному порту отправления. У нас очень большое число круизов начинается из Нижнего Новгорода. Много теплоходов отправляется по интересным маршрутам из Нижнего Новгорода. И, безусловно, мы проведем вебинар и для нижегородцев и гостей города. Тем более, что сейчас после праздника, после Дня города Нижний Новгород уже готов принять гостей свеженький, чистенький, отремонтированный. Есть круизы из Сарата, Самары, из Волгограда. Поэтому мы надеемся, что нам по каждому порту отправления удастся провести вебинар. И, опять же, подчеркну, что я постаралась ответить максимально на ваши вопросы. Но если кто-то не получил ответ, обязательно получат по электронной почте завтра. Да, еще хотели бы пригласить вас принять участие в голосовании National Geographic России. Там среди участников наш морской круиз «Мелодия двух морей». Вполне возможно, кто-то уже был в этом круизе. Кто-то собирается в ближайшее время. Наш новый стильный модный теплоход «Мастай-Карим» сейчас на юге. И осуществляет навигацию в Азовском и Черных морях. И до 8 сентября будет курсировать между Ростовом-на-Дону и Анапой с массой всяких интересных экскурсий. И что интересно, когда мы говорили на вебинарах про морские круизы, мы подчеркивали, что мы постарались для морских круизов создать своего рода круиз-конструктор. Когда турист может выбрать экскурсионную программу по своему вкусу. Например, включить интересные исторические места, посетить развалины, музеи. Или выбрать винодельни, сделать себе что-то типа гастротура. Ну, конечно, безусловно, если нас погода не подводит, что случается. Вот. Но от себя мы делаем, конечно, все зависящее всегда, чтобы ваш отдых состоялся. И, как всегда, для участников вебинаров специальный промо-код «Скидка. Комплимент». Небольшая, но, тем не менее, надеемся, она приятная. Так, Женя, ты видишь чат? Я немножко переместилась. Если у нас какие-то вопросы, одну минуточку я уточню. Очень много вопросов по расписанию 2022 года. Действительно, сейчас расписание находится в процессе формирования. И то, как будет сформировано расписание, зависит не только от нас. Зависит также от готовности порта, принятия теплоходы. И, ну, к сожалению, не мы, или, к счастью, не мы владеем инфраструктурой портовой. Поэтому очень часто для того, чтобы сформировать финальное расписание, нужно согласование и, так скажем, наземной части. Поэтому 2022 год еще в процессе формирования. Но, безусловно, мы постараемся предложить его пораньше, чтобы смогли воспользоваться скидкой бронирования. Как Женя правильно сказал, сейчас скидка раннего бронирования максимальна. Она будет таять-стаять. Как правило, она заканчивается к марту. Редко, когда продолжается в марте. Но в любом случае, таких скидок раннего бронирования, как сейчас, не будет. Да, безусловно, всегда есть интересные акции. Женя про них упомянул. Акции «Успей купить», на которую предоставляется большая скидка до 25%. Но, опять же, хочу обратить внимание, что если вы бронируете заранее круиз, вы выбираете именно ту каюту, которая вам подходит. Вы выбираете тот рейс, то время отправления, которое вам подходит. Часто на акционные предложения уже приходится прибегать к некоторому компромиссу. Поэтому, конечно, все в жизни имеет свои плюсы, свои нейтральные стороны. Вам решать.